Ну и начнем выпуск с западно-казахстанской области. Там не хватает, вернее, дефицит кадров в дорожной отрасли. Квалифицированных работников недостаточно как у подрядчиков, так и у заказчиков. С этой проблемой они сталкиваются каждый год, и это негативно сказывается на качестве дорог. В этом регионе только одно учебное заведение готовит дорожных специалистов по госзаказу. Почему молодежь неохотно идет в востребованную профессию, расскажет Альбина Кумаргалиева. Азамат по профессии дорожник-строитель. Работает лаборантом. С помощью современного оборудования проверяет, насколько качественно уложен асфальт. Говорит, что гордится своей работой. Приятно ездить по дорогам, к которым имеешь непосредственное отношение. Мне всегда нравилась строительная сфера. Когда жил в поселке, видел, как строят дороги. Интересовался спецтехникой. Мне казалось, что это ответственная и хорошая профессия. Тогда я решил учиться по этой специальности. Сейчас у меня нормированный рабочий график, высокая зарплата. Сейчас рынок труда заполнен юристами и экономистами. А в этих сферах трудно найти работу с карьерными и финансовыми перспективами. А дорожники получают хорошую по рыночным меркам зарплату. И это достойная должность, говорят специалисты. К примеру, региональному филиалу Национального центра качества дорожных активов нужны инженеры и лаборанты. Для восполнения кадрового дефицита запустили производственную практику для студентов. На протяжении двух-трех лет у нас внедрена производственная практика студентов высших или средних учебных заведений. Таким образом, в текущем году мы планируем с одного университета, с нашего уральского, будет проходить практику пять студентов третьего курса, который будет производить практику. При этом они будут получать заработную плату. В единственном колледже региона, который готовит специалистов дорожного строительства, сейчас учатся более 400 студентов. На их обучение местный бюджет ежегодно выделяет примерно 300 миллионов тенге. Но дефицит специалистов в отрасли по-прежнему есть. Согласно мониторингу, практически на каждом объекте строительства требуются инженеры, лаборанты, операторы асфальтоукладчиков, механизаторы, машинисты и геодезисты. Поэтому необходимо открывать больше центров компетенций и обучать на базе современных мастерских, считает в управлении образованием. По проекту Жасмаман по специальности дорожное строительство закупили новое оборудование на 252 миллиона тенге. В рамках данного проекта создан компетентный центр для подготовки этих специальностей. В настоящее время в соответствии с учебной программой 151 человек проходит практику на производственных объектах. Из них по дуальному обучению 17 человек. В прошлом году окончили 134 человека. Из них 60% трудоустроены по своей специальности. Нехватка специалистов, безусловно, сказывается и на качестве дорог. По данным Центра качества, из 120 проб дорожных материалов, 40 не отвечают нормативным требованиям. Также выявлены нарушения по содержанию строительства автодорог. Местные власти уверены, что комплексный план работы постепенно даст положительные результаты. А масштабы дорожных работ в регионе позволяют обеспечить работой западноказахстанскую молодежь.